ДИКИЙ ПЕС Индокитай, 1959 год. Потерпев унизительное поражение, французы покинули полуостров. После войны этот регион превратился в рассадник преступности. На юге Бирмы существует легенда о том, как один человек встретился со смертью. Когда его довели до точки кипения, он дал бой целой армии и пролил море крови. Скептики сомневаются в правдивости этой легенды, но факт заключается в том, что все было именно так. Я был знаком с этим человеком, и какое-то время я любил его как сына. Шесть месяцев назад Субтитры создавал DimaTorzok Французы удрали в 54-м, а американцы пока не добрались до Индокитая. Поэтому на какое-то время этот полуостров стал прибежищем для тех, кому больше некуда было податься. Военных преступников из Европы, бывших нацистов и прочих мерзавцев. А также людей, скрывавшихся от западного правосудия. Людей вроде Мартина Тиллмана. Он хороший, Мэрис. Нет ничего важнее чести. Чего стоим? Начинайте! Деритесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЙ Субтитры создавал ДimaTorzok КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Но у него нет шансов Тигр взял верх над слоном Эй, выходи из ямы Живей Миссера Синьяк Ваша очередь Меня зовут Жан-Пьер Остиньяк У меня много разных псевдонимов Однако самое известное мое прозвище Звучит как Палач Наш поединок будет почти равным Единственным моим оружием будет этот нож Мне сказали, если я сражусь с тем парнем Меня освободят У тебя был шанс спастись Но ты проиграл Музыка 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 Эй, ты! Проваливай! На колени, засранец! Если ты меня убьёшь, ты будешь драться сам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я спросила охранников, зачем колониальной полиции, у которой есть лишь одна тюрьма, три года держать человека в заключении? Они сказали, только вы знаете ответ У большинства людей, которые сюда попадают, нет никакой надежды Я хотела помочь... Вы ходите к коменданту тюрьмы с букетом цветов А он вас прогоняет? Я принесу фруктов Тут очень плохая еда Я в этом не нуждаюсь Не тратьте на меня время Я этого не заслуживаю Не говорите так Вы просто сбились с пути Я приду ещё раз У вас есть время подумать Июль 1959 года Август 1959 года Тот агент опять приехал Однако он настойчив Если желаете, я могу его убить Мир меняется, Бун И нам тоже ставят Вы ведь должны были обеспечить переход власти к местным Если не ошибаюсь, вот уже несколько лет вы не подчиняетесь как французской юрисдикции, так и вьетнамской Чем я могу вам помочь, мистер Харрисон? Влияние Хо Ши Мина растёт, в то время как власть президента Зьема слабеет Скоро американцы пришлют ещё несколько советников И людям, вроде вас, придётся искать себе другой угол Возможно Я буду вам очень полезен, когда они приедут Сколько это будет стоить? Ми-6 хочет экстрадиции Тилмана в Англию, где его будут судить Такого человека здесь нет Полковник, вы упускаете очень хорошую возможность Я знаю, чем вы занимались во время войны Такой друг, как я, вам не помешает Старший Капрал Бун, проводите мистера Харрисона на выход В детстве я спасла бездомную собаку Это был бойцовский пёс, которого бросили умирать В его чёрных глазах я увидела ужасную боль Боль от того, что его предали Некоторых животных нельзя держать в клетке Чего вы от меня хотите? Вы просто ошиблись Вот и всё Мадемуазель Через неделю я вернусь До встречи Я не понимаю, зачем это вам? Мы сами строим свои клетки В этих краях алкоголь панацея Например, ямайский ром Помогает забыть о грехах Но при этом от него не теряешь концентрацию Вы напали на старшего по званию В 53-м И отсидели Три года Вместо шести месяцев О чём это говорит? О том, что я здесь не единственный преступник На севере вы бывший легионер, за голову которого объявлена награда А на юге вы всего лишь бывший уголовник Без паспорта Это татуировка Приговор британского суда И распоряжение о вашей казни Вы не слишком отличаетесь от нас Например, сеньор Ростиньяк Служил в испанской голубой дивизии И героически сражался за Третий рейх Старший Капрал Бун Служил в пятом парашютном полку Вьетнама Когда-то считался героем А теперь Вьетминь провозгласил его предателем А сеньора Марио Был верен Петену И сражался, пока не пал Берлин Санте Здесь собрались люди Которые поставили не на тех лошадей Я сегодня в хорошем настроении Поэтому я решил выполнить То, что я вам обещал А именно помиловать вас Вы свободный человек Я правда свободен? Наше чудесное сотрудничество завершилось Для большинства из нас Индокитай станет последним форпостом Хотя, может быть, мы еще сможем Поработать вместе при других обстоятельствах Если вдруг решаешь заняться боями, обращайся Человек с такими талантами мне не помешает Ну, я займусь чем-нибудь другим Подумай, Мартин У тебя вряд ли будет много других вариантов Вы мой должник Надеюсь, вы об этом вспомните Если мы встретимся еще раз Может, не стоит это делать? Я хочу, чтобы тот британский агент отстал от нас Полковник был уверен, что далеко Мартин не уйдет И он не ошибся Мартин отправился к единственному человеку Которого он знал за пределами лагеря Там я с ним и познакомился Это Мартин, о котором я рассказывала Мне надо отлучиться Я хочу, чтобы вы подружились Радостного вас видеть, Мартин Тилман В Ирландии был боксер, ваш однофамилец Он подавал надежды А потом исчез Я удочерил ее, когда она была совсем крошкой Она верит, что добро есть во всех людях А я нет Ладно, я пошел Где здесь можно поесть? Ты мне нравишься, парень И мне нужен вышибала Ты ведь крепкий парень и прямой Если верить, и забыть Она часто навещала меня, когда я сидел Каждый раз приносила букет цветов коменданту Ты не знаешь? Да благословит Господь ее невинное сердце Дай фотографию Ты не поверишь, но этот засранец Штайнер Ее отец Каждую неделю она приносит ему цветы Надеясь, что он посадит ее себя на колени и поцелует Он не хочет ее видеть Штайнер женился на местной девушке Которую потом заподозрил в измене Поэтому, когда Изабель появилась на свет Он ее не признал Я все это видел, потому что был слугой Штайнера И я ее удочерил Как человек, она лучше нас обоих Если ты ее обидишь, я убью тебя быстрее, чем нарезаю стейк А это очень быстро, парень Можешь разместиться на старом складе Твоей основной обязанностью будет утихомиривать алкашей Если какой-нибудь засранец начнет лапать официанток Предупреди его по-хорошему А если он не поймет, делай все, что потребуется Ты прелесть Спасибо Теперь порядок Ты такой же, как я, Мартин Только помоложе Ты можешь изменить свою жизнь У нас нет ничего общего Я молод, красив И я могу загорать Эх ты, говнюк Ну, знаешь Ты единственный человек Который реально мне помог Спасибо, мужик Даже последним ублюдкам хочется, чтобы их кто-нибудь любил Какое-то время Мартин наслаждался спокойной жизнью, которая была для него в новинку Барон, Валентин? Да, так и есть Вы не ошиблись Он был заключенным, который обрел свободу А она врачом, наблюдавшим, как его пациент постепенно возвращается к жизни Нет ничего удивительного в том, что у них возникли чувства друг к другу Я не уверен, что Валентин Значит, ты в это верил? Нет, я ни во что не верил Я пошел воевать Вслед за отцом и братом Так уж заведено у нас Теперь твой дом здесь, Мартин Дилман Забудь о прошлом А он ему говорит Шимус, вчера ты пингвина трахнул? Ребята, запомните Надо ценить те прекрасные моменты, которые дарит нам жизнь Выпьем за будущее За будущее За прошлое точно пить не буду Туда нам уже дороги нет За вас За вас Нет, серьезно, я был в Нью-Йорке Две недели там провел Я слышал, ты руку сломал? Если б я ее сломал, то стал бы чертовым пекарем А что ты? Ты кто такой? Что там происходит? Пошел ты! Проваливай Кем этот хрен себя возомнил? А со мной не хочешь поговорить? За информацию о дезертирах из Легиона хорошо платят Ты знал? Похоже, ты из тех, кто любит подраться Тебе повезло Это одно из моих любимых занятий Слышите? Это твои колени дрожат? Идите домой Впрочем, если вы хотите помахаться То я не против этого Please спрятая Только что вы хотите помехаться Он не clothing Но он и продaje Роман Слышите Слышите Компьют Слышите Слышите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мартин! Хватит, Марий. Ты выполнил свою работу. Я же сказал, я в норме. Мне так не кажется. Не переживай. Голову поверни. Ты большой ребенок. Привет. Это все объясняет. Наш бар еще закрыт. Мой регион. Мой закон. Мой револьвер. Мы с Мартином старые друзья. Можно присесть? Не я здесь, бас. Спасибо. Иди-ка домой, Изабель. Давай. Она еще верит, что Штайнер ее отец. Он и есть ее отец. Полковник Штайнер заплатил кучу денег, чтобы сюда прилетел чемпион по боксу. А вчера вечером его кто-то вырубил. Я решил установить, кто это сделал. Ты ведь слышал, что бар закрыт. Может, вечером придешь? Ты разозлил самого опасного человека в Индокитае. И поверь, теперь тебе понадобится моя помощь. Возвращайся и поучаствуй в нашем бою. Штайнер позаботится о том, чтобы британского агента отправили на север. Так что, заработаешь денег, наладишь свою жизнь. Нет, пожалуй, я останусь здесь. Ты знаешь, где меня найти, если вдруг передумаешь. Штайнеру необходима новая штаб-квартира. И этот бар идеально подходит. Не люблю этих клиентов. Сегодня я рано закроюсь. Я принес тебе проблемы. Проблемы в наших головах, сынок. Мы сами их себе создаем. Они меня преследуют. Послушай, парень. Я кое-что в тебе увидел, когда ты их молотил. Может, не стоит от этого убегать? Прими это. Мартин! Я думал, ты еще спишь. Я за тебя помолюсь. Ты должна мне кое-что пообещать. Не смотри, как я дерусь. Не ставь на меня. И не думай о том, что происходит во время боев. Почему, Мартин? Если со мной что-нибудь случится, ты не должна это видеть. Я приношу несчастье своим близким. Мартин Тилман. Я хорошо обдумал ваше предложение. И решил принять его. Выбор оказался нетрудным. Так ведь? Леденец. Встречайте чемпиона! Я пришел! Кто победит? Кто? 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 Чемпион! Кто? Хе! Кто? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мартин Тилван! Что будете пить? Джин-тоник, приятель. Три части джина, четыре части тоника и немного лимонного сока. Откуда я здесь возьму лимонный сок? Я ездил на север. Приятно опять услышать английскую речь. Вы дипломат, так ведь? Можно и так сказать. Ирландец по имени Мартин здесь. Боксер. Он был здесь, но уехал. В этом районе сотни разнообразных негодяев. Беглые нацисты, убийцы, военные преступники. Почему именно он? В 46-м году Мартин Тилман атаковал полицию Ольстера, подорвав несколько мощных бомб. Он действовал вместе с отцом и братом, которые входили в летучий отряд Ира. Их убил один из взрывов, а Мартин сбежал. Это наш просчет, можно сказать. Не могу помочь. Если он появится здесь, сообщите в посольство Великобритании. Уверен, вам пригодятся 10 тысяч фунтов. Именно столько получит человек, который поможет его задержать. Вы знаете, сколько это будет в индо-китайских пиастрах, мистер Валентайн? А-а-а-а-а-а! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дорогая Изабель, прости меня за то, что не общался с тобой Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ты как? Пока удаётся побеждать. А тебя спрашивал британский агент. В конце концов, он меня поймает. Ты зарабатываешь хорошие деньги, но я в них не нуждаюсь. Как и Штайнер. Тебе стоит уехать. Это мой военный паспорт. Можешь вклеить в него своё фото. Штайнер будет не надо... Забудь о нём. Забери завтрашний выигрыш. Езжай в Америку вместе с Изабель. Здесь всё равно, что в тюрьме. Как ты не понимаешь? Уезжай, сынок. Поскоряй я. Почувствуй, что такое настоящая свобода. А что насчёт тебя? Я поеду на юг со своей. У неё там родственники. Я проведу ещё один бой. Потом будет двухнедельный перерыв. Мы успеем покинуть Инда-Китай. Я не знаю, что ты натворил. Это не имеет значения. Ты должен решить, что хочешь жить. Сто тысяч Инда-Китайских пиастров. Столько ты ещё не выигрывал. Вот только против тебя никто не ставит. Поэтому коэффициент слишком низкий. Так что... Ты хочешь, чтобы я проиграл? А ты молодец. Я же сказал, проблем не будет. Если дашь мне четверть, я устрою шикарный спектакль. Всё должно быть правдоподобно. Ты быстро учишься, Мартин. Это радует. Проиграй убедительно. От этого зависит твоя жизнь. Знаю, знаю. Я обещал не играть на ставках. Но никакого риска нет. Я навел справки об этом парне. Мартин его порвёт. Мы поедем к твоей родне. Купим бар. Большой. Может, в Таилленде. Да. Европейцы уже приезжают. Американцев не придётся долго ждать. Мы заработаем кучу денег, я уверен. Сколько ты поставил? Тебе не стоит об этом переживать. Не стоит, да? А вдруг он проиграет? Что ты тогда будешь делать, а? Постой, постой, вернись! Субтитры подогнал «Симон» 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 ближней дистанции пуля сбила мартина с ног но не задела жизненно важных органов он просто потерял сознание изабель тоже была жива оля выпущенная из того же оружие которое убило меня прошла на вылет она была молодой здоровой женщины и потом как говорится самый живучий зверь это человек быть и никогда не было религиозным человеком но тогда в джунглях он все таки обратился к создателю он молил господа чтобы тот позволил ему умереть и забрал его жизнь в обмен на спасение изабелью мартин сделал богу предложение если она умрет то он отправится за ней в царство вечного сумрака а если она выживет то он сделает все чтобы отправить мерзавцев на тот свет как человек она лучше нас обоих я приношу несчастье своим близким проблемы в наших головах сынок мы сами их себе создаем а Мартин знал, что больше никогда не увидит Изабель. И эта мысль причиняла ему безумную боль. А еще он прекрасно понимал, что ему придется убить всех своих врагов. Другого выхода не было. Штайнер, Растиньяк, Амарио, Эйбун. Мартин постоянно думал об этих четырех людях, разрушивших его жизнь. Растиньяк, Амарио, Эйбун. Растиньяк, Амарио, Эйбун. Амарио, Эйбун. Спасибо. Нагуен, сегодня вечером придет Штайнер. Проверь, есть ли у нас непочатый коньяк. Понял? Я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди, смотри. И я взглянул. И вот конь бледный. И на нем всадник, имя которому смерть. И ад следовал за ним. Я ищу Растиньяка и Штайнера. Зачем? Где Растиньяк и Штайнер? Я тебя знаю. Я тебя знаю. Это же ты. Я видел, как ты дрался. О, боже. Эй, Муклау, иди в дом. Муклау! Не ходи в дом, Муклау. Не ходи в дом... Не ходи в дом. Ваш коньяк. Мартин. Налей ему выпить. Нет, чего-нибудь хорошего. Понимаете, Мартин знал то, чего эти ребята не знали. В кабацкой драке обычно побеждает тот, кому нечего терять. Сейчас я тебя убью. Если кто-то попытается меня остановить, то я их убью. Как сказал один мудрец, бойтесь повешенного, ибо он уже мертв. А-а-а! 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 КОНЕЦ Мартин Тилман остался жив. Он пришел в бар Валентайна с одним лишь мачете и всех убил. Мои люди были вооружены пулеметами, Штайнер. Однако оружие им не помогло. Он словно демон. Ты убил этого медведя, а он ожил. Я найду его и убью еще раз. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что мы столкнулись с серьезной проблемой. Ты что, боишься, Штайнер? Похоже, ты стареешь. Просто я не собираюсь рисковать. Убью всех, кого посчитаю угрозой. Как вы думаете? Что он будет делать? Он попробует забрать наши деньги. Я бы с этого начал. Я положил наши деньги в сейф. Тот, что на вилле. Ты должен их забрать. Вилло охраняет вооруженный отряд. Не переживай. Нет. Ты уж извини, но я не собираюсь туда ехать. Я отказываюсь туда ехать. Возьми с собой Константина. Он тебя защитит. Константин, отправь на виллу Монте и его ребят. И пусть боеприпасы возьмут. Да поскорей. Ступай. Коньяк Людовик Тринадцатый. Почти столетней выдержки. Идеально подходящий для такого случая. Если он не безумец, он не придет сюда. Если придет, я его убью. А потом, в знак извинения, я угощу тебя ужином. Будь проклят тот день, когда здесь появился этот Тилман. Пусть один человек встанет здесь, а второй там. Остальные со мной. Ты будь здесь. А ты там. Пусть кто-нибудь охраняет вход. Давай. Пусть кто-нибудь охраняет вход. Пират! 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 Мартин. Этого хватит. Нам обоим. Видишь? Поделим на двоих. Вот. Знаешь, мне столько раз, столько раз угрожала гибель. Но я не думал, что меня убьет такой говнюк. Я тихо-жим. Пират! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек должен предстать перед Создателем в достойном виде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подумай только, мы собираем целый боевой отряд, чтобы остановить одного человека. Можешь считать, что он уже покойник. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что бы ты сейчас обо мне подумала? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всю свою жизнь Мартин провел в борьбе. Он то воевал с англичанами, то сражался с Вьетминин, то просто дрался на ринге за деньги. До этого дня Мартин руководствовался различными мотивами, но месть никогда не входила в их число. Чувство мести невероятно простое и чистое. Тот, кем оно движет, готов использовать любые средства достижения цели. Даже самое безжалостное. Мартин не был гениальным стратегом и не обладал великолепной интуицией. Он просто решил, что входить через парадную дверь это не самый лучший план. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА